МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Родион Архипов. Смотрите сегодня. Судья не признает свою вину. Сегодня в Ленинском райсуде началось рассмотрение дела о резонансной аварии. Больше работаешь, больше зарабатываешь. Пенсионный фонд разъясняет новое правило начисления пенсии. Киномания в Чебоксарах. Студенты техникума сняли художественный фильм. По ту сторону трибунала. Сегодня в Чебоксарах начался процесс над экст-сюдией Верховного судья Андреем Емельяновым. В декабре 2011 года он, управляя личным авто, прямо на пешеходном переходе сбил женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Уголовное дело получило огромный общественный резонанс. Расследование взяли на контроль сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета России. Но Емельянов отказался признать свою вину. Процесс уже сейчас обещает стать долгим. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Эти коридоры Андрею Емельянову знакомы хорошо. Раньше именно здесь работал высокопоставленный служитель Фемиды. Особого статуса и черной мантии его лишили в прошлом году. Возбудить уголовное дело удалось только после решения высшей коллегии судей. От комментариев Емельянов отказывается и даже просит прессу покинуть зал. Ссылается на здоровье, говорит, что СМИ публиковали ложную информацию. Была информация о том, что за рулем автомашины был не я, а моя дочь. Заведомо ложная. Была информация о том, что две машины остановились. Один я проехал, что тоже не соответствует действительности. Даже на какой-то сайте, я сейчас не помню, была информация о том, что я находился в нетрезвом состоянии. Но его ходатайство судья не поддержал. Отказался Емельянов и от услуг адвоката. Вопросы потерпевшим экс-судья задавал лично. Родственники погибшей женщины принесли на процесс ее фотографию. Она скончалась на месте происшествия еще до приезда кареты скорой помощи. Мать и отец до сих пор не могут прийти в себя. Тот день они вспоминают с отраганием. Следователи установили, что женщина переходила проезжую часть по зебре и дорога в этом месте была освещена хорошо. Андрей Емельянов скорость не превышал, но в то же время не учел погодных условий. В тот день шел дождь. Иномарка экс-судьи на скользком асфальте тормозила слишком долго. На допросах бывший служитель Фемиды утверждал, что у него не было возможности избежать наезда. Сразу после дорожно-транспортного происшествия Емельянов с места происшествия не скрывался. Он прошел медицинское освидетельствование. Было установлено, что в момент управления транспортным средством он был трезвым. Кроме того, он сам вызвал скорую помощь после дорожно-транспортного происшествия и оставался на месте ДТП в течение всего того времени, пока продолжался осмотр места происшествия. Уголовное дело возбуждал лично руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Было проведено огромное количество экспертиз. По мнению следователей, избежать трагедии было возможно. С помощью автотехнической экспертизы, как раз-таки заключение автотехнической экспертизы, подтвердило, что техническая возможность избежать наезда у него была. Будь он более осторожен при управлении транспортным средством. Кроме того, автотехническая экспертиза подтвердила, что наезд на пешехода мог произойти на пешеходном переходе. Уже во время расследования Андрею Емельянову удалось договориться с потерпевшими. Близким погибшей женщины он выплатил компенсацию за причиненный моральный вред. Поначалу от уголовного преследования судьи и родственники хотели отказаться и даже подписали соглашение. Но закрыть это дело уже было невозможно. Емельянов свою вину не признает. Процесс уже перенесен на середину августа. В суде планируют допросить новых свидетелей. Всего уголовное дело содержит три тома, но, по всей видимости, процесс затянется. Не исключено, что Андрей Емельянов потом все-таки воспользуется услугами адвоката. Сейчас бывшему Верховному суде грозит пять лет лишения свободы. Возможно, что этот срок будет и условным. Андрей Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. К другим новостям. Чем дольше работаешь, больше зарабатываешь, тем выше будет размер трудовой пенсии по старости. С 1 января 2015 года она будет начисляться по новым правилам. Революционных изменений не будет, но отличия от сегодняшней системы все же есть. Чем новые пенсионные правила выгоднее, ныне действующих выясняла Татьяна Трофимова. Сегодня размер трудовой пенсии по старости зависит в первую очередь от объема страховых взносов, которые начисляет работодатель. При этом трудовой стаж практически не влияет на размер пенсии. Получается, что человек с большим трудовым стажем получает такую же пенсию, как и человек с незначительным. Размер пенсии сегодня, к сожалению, он, конечно, зависит от стажа, но не так явно это просматривается. Все-таки больше он зависит от страховых взносов. Но объясню почему. Можно уплатить такую сумму страховых взносов за один год, которую другой, лицо, которое стремится долго работать, может уплачивать в течение длительного времени. Понимаете? Вот это, наверное, не совсем правильно. Поэтому новая пенсионная формула и механизмы расчета трудовой пенсии как раз построены на то, чтобы мотивировать людей дольше работать, больше зарабатывать и, соответственно, иметь от этого больше пенсию. По новым правилам, пенсия, как и сегодня, будет состоять из двух частей – страховой и накопительной. При расчете вводится новое понятие – годовой пенсионный коэффициент. Им будет оцениваться каждый трудовой год. И чем выше зарплата, тем выше и этот показатель. Максимальное значение годового коэффициента – 10. Это значение исчисляется, если зарплата не ниже максимальной зарплаты, с которой работодатели уплачивают страховые взносы. Стоимость пенсионного коэффициента ежегодно определяет правительство России. За каждый год трудового стажа от 30 до 40 лет для женщин и от 35 до 45 лет для мужчин дополнительно начисляется один пенсионный коэффициент. За стаж в 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин – 5. Пенсия будет рассчитываться на уровне, на путем использования коэффициентов, годовых коэффициентов. На сегодняшний день максимальная зарплата, с которой подлежат уплате страховой взнос – 47 тысяч рублей. Сверх этой суммы страховой взнос уплачивается в размере 10%, не 22. Также по новым правилам стаж будут засчитываться, служба в армии и уход за ребенком. За эти так называемые нестраховые периоды присваиваются особые коэффициенты. При расчете страховой пенсии все годовые данные суммируются. Выходить на пенсию позже будет выгодно. За каждый год более позднего обращения за пенсией сумма будет увеличиваться на соответствующие премиальные коэффициенты. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика. Итоги работы промышленного комплекса «Чувашия» за первое полугодие 2013 года подвели сегодня на заседание коллегии Министерства экономического развития и торговли Республики. В целом динамика положительная, но задачи на 2013-2014 года, значительные решения которых во многом будет зависеть от слаженной работы правительства и предприятий «Чувашия». Подробности встречи в нашем сюжете. В первом полугодии 2013 года, по словам министра Алексея Табакова, индекс промышленного производства составил 86%. Объем отгруженной продукции почти 60 миллиардов рублей. Общий объем инвестиций по итогам первого фахла этого года составил 2,1 миллиарда рублей по предприятиям обрабатывающих производств. Ну и среди, наверное, таких инвестиционных проектов, которые уже на сегодняшний день запущены и работают, можно выделить проект «Оочеваксовская электротехника автоматика», то есть это новые производственные мощности. Здесь реализация данного проекта позволит увеличить объем продаж практически в два раза, почти в два раза, и перешагнуть миллиардные рубежи, и создать порядка 200 рабочих мест. Внешнеторговый оборот Чувашии за первые полугодия составил 210 миллионов долларов США. Отмечено преобладание импорта. В экспортных поставках лидирует продукция химического производства и машиностроительная. Прибыльно работали 68% организаций обрабатывающих производств, убыточно 31% предприятий. Среднемесячная зарплата по Чувашии, по данным министерства, 18 тысяч рублей. Увеличилась к уровню аналогичного периода 2012 года почти на 14%. Голоса на открытом заседании получили и представители крупнейших компаний Чувашии. Генеральный директор комбината автофургонов Сергей Васильев рассказал об успешно проведенной работе и пожаловался на нехватку квалифицированных кадров. Светлана Ершова свой доклад начала с проблем. Доръемы у нас упали на 5%. В прошлом году мы обеспечили 280 миллиардов рублей, в первом полугодии – 260 миллиардов рублей. При этом, к сожалению, успела и эффективность. До сих пор не подписан в курс-контракт в части производства и учителя. Тема она есть? Не всегда какие-то вопросы они от нас задействуют. Мы готовы ее в формате. В целом, я так понимаю, по форексу сегодня все утрясено. Основные те, что отначенные. О поддержке малого и среднего бизнеса рассказала заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чуваши Инна Антонова. Она сообщила о необходимости продолжения работы по освоению выделенных средств на развитие предпринимательства не позднее 31 ноября 2013 года. Ольга Алексеева, Александр Петров, Республика. Ольга Алексеева, Республика. Михаил Игнатьев подчеркнул, что президент России призвал решить проблему аварийного жилья как самую острую в сфере ЖКХ. Напомню, что заседание Совета при полномочном представителе президента России в Приворском федеральном округе запланировано в Чебоксарах в третьей декаде сентября текущего года. Председателем рабочей группы является глава Чуваши Михаил Игнатьев. Сегодня в Чебоксаре с официальным визитом приехал советник посла Швеции в России Томас Халберг. За два дня пребывания в столице он планирует поделиться опытом в сфере строительства и энергосбережения, подсказать, как выгодно перерабатывать отходы, встать на курс устойчивого развития экономики, а также презентовать программу «Симбио-Сити». Познакомилась с гостями из Скандинавии и наша съемочная группа. Основная идея концепции программы заложена в самом названии. Это «Симбио», «Симбиоз» и «Сити», «Город». Как научиться сочетать рост промышленного производства и уровня жизни со снижением воздействия на окружающую среду – основная идея, о которой гости из Швеции хотят рассказать в Чебоксарах. Сжигание белогаза практически не сопровождается никакими загрязнениями. Решение проблем биологически располагаемых отходов. Плюс интеграция в эту систему транспорта, которая становится экологически безопасным, не использует нефтепродукты и, соответственно, снижает потребление ископаемых гулеводородов. Наша свалка уже более 30 лет накапливалась. Для нас важно то, что мы строим полигон. Опять то же, что и переработка, и сортировка здесь нужна. Нужна какую-то современную модель. Мы изучали модели российские, значит, конечно, они плохо работают. Мэр столицы отметил еще пару проблем, которые требуют иностранного вмешательства. Это качество наших дорог, переработка древесины и их отходов, энергоэффективность. Глава города хочет развивать город более энергоэффективным и более зелёным. Мы успеем встретиться с ключевыми людьми здесь, которые интересуются нашими вопросами и развивать наши самодействия в будущем. Представители шведской компании «Симбио Сити» уже успели посетить российские города-миллионники и внести свой вклад в их развитие. О том, повлияет ли их визит на Чебоксары, мы сможем оценить позже. Ольга Алексеева, Александр Петров, Республика. Задолженность по зарплате в Чувашии сейчас 4,8 миллиона рублей. По сравнению с предыдущими двумя месяцами она снизилась. В мае долгов было 29 миллионов рублей. По неофициальной информации сокращения связывают с тем, что из реестра неплательщиков ушло одно предприятие-банкрот. И это сразу отразилось на статистике. Процесс выплаты зарплаты нередко сопровождается всевозможными нарушениями. Причём как на предприятиях, так и в бюджетных организациях. Ольга Григорьева подробнее. Работница общепита, чебоксарка Лариса Ефремова сменила 4 места работы. Причина во всех случаях – задержка зарплаты. Самая большая – на 2,5 месяца. Вместо денег кормили завтраками. Обещали выплаты, но завтра. Объясняли тем, что на данный момент пока денег нет, подождите ещё немного, всё наладится, тогда выплатим. После обращения девушки в прокуратуру деньги сразу нашлись. По месту работы выплатили всё, что положено. Задержка зарплаты на день-два – это уже серьёзные нарушения, говорят трудовые инспекторы. На своём сайте они ведут реестр недобросовестных работодателей. С начала года инспекторы провели более 80 проверок на предприятиях и организациях. Выясняли, как работодатели чтят трудовой кодекс в сфере оплаты труда. В итоге 13 случаев задержки, 429 человек без своевременной зарплаты, плюс другие нарушения в оплате труда. Нерадивым работодателям вручиной предписания выписаны штрафы. На всех вместе 580 тысяч рублей. В отношении пяти должностных лиц организаций материалы направлены для возбуждения уголовного дела в следственные комитеты. Задержки заработной платы, прежде всего, конечно, допускаются в организациях малого бизнеса. Это, прежде всего, организации с численностью работников, менее 100 работников и индивидуальные предприниматели. Инспекция труда Чуваши сейчас мониторит и бюджетные организации. Проверяют, как исполняется майский указ президента страны по повышению зарплат бюджетникам, педагогам, медикам, работникам культуры и науки. Такие проверки идут по всей стране. В Роструде утверждают, проведение индексации зачастую сопровождается всплеском нарушений. Приводят отрицательные примеры. Алтайский край, Кабардино-Балкария. Чуваши в этом списке не фигурируют. Но и у нас не все гладко. Проведено 12 проверок. В ходе проверок выявлены случаи повышения заработной платы в размере менее установленным правительством Российской Федерации. В организациях города Чаваксары такие факты выявлены и в некоторых районах республики. Вокруг повышения зарплат бюджетникам немало вопросов. Нет конкретных размеров увеличения зарплат. Повышение привязано к среднему уровню заработка в регионе в процентном отношении. По какой методике высчитывать? Расчеты муниципалитеты могут вести по-разному. Чем четче прописаны правила, тем лучше результат, утверждают аналитики. Как исполняется майский указ президента по повышению зарплат бюджетникам, обсуждало и правительство республики. По всем отраслям план выполняется. Только вот налицо проблема. Существенный разрыв в зарплатах по районам. 6 тысяч разница заработной платы. Воспитатели, в основном, если взять, они же трудятся, выполняя все эти стандарты. Почему разница получается? Михаил Геннадьевич Вангрускман и Владимир Николаевич Кувачков. Из-за чего? Мы неравномерно расставляем. У нас же подушевое финансирование на ребенка или на человека. Или на уровне муниципалитета вот эти перегибы происходят. Что касается общего образования, механизм отлажен. Деньги жестко прописаны конкретно под повышение зарплат. И потратить их на другие цели нельзя. Есть нормативный акт, где предусмотрено подушевое финансирование, тип учреждения, соответствующие коэффициенты, методика. Отклонения от нее были, но порядок навели, прокомментировал министр финансов. Сложнее с дошкольным образованием. Там еще предстоит наладить механизм. Мы учитываем Минфин при расчете дотаций на выравнивание расходной потребности, на финансирование дошкольного образования. А муниципалитеты, поскольку они своими расходами распоряжаются сами, это их полномочия, они могут недофинансировать по факту. Поскольку это чисто их вопрос. У каждого муниципалитета доходная часть разная, но люди, как граждане Российской Федерации, как работники этих образований, разницы не должно существенную различать. Мы с 2014 года забираем, и мы сегодня обязаны просто утвердить на уровне Кабмина нормативный документ, который будет прописывать аналогично с общим образованием. Также и дошкольный, поскольку эти деньги уже будем мы с 2014 года давать напрямую. По новому закону об образовании за обеспечение зарплат будет отвечать регион. Это должно изменить сложившуюся ситуацию. Между тем, исходя из проверок Роструда, станет ясно, где повышение зарплат бюджетникам прошло спокойно, а где тревожно, где долги выросли. Затем на основе этих сведений будет составляться рейтинг губернаторов. Проверки продолжаются. Как говорят инспекторы, если права нарушены, добро пожаловать в инспекцию труда или прокуратуру. Теперь кино для массовой аудитории снимают не только в крупных городах России. В Чебоксарах студенты механико-технологического техникума сняли фильм «Последняя кража». Это уже не первая работа учащихся учебного заведения. По словам самих участников съемочной группы, картина получилась удачной и в техническом плане. Кроме того, как отмечают юные кинорежиссеры, игра непрофессиональных актеров в этой ленте значительно лучше, чем во снятых ранее. Фильм даже отправили на всероссийский в кинофестиваль «Золотой феникс». Все подробности в нашем репортаже. Съемочный процесс нового фильма «Последняя кража» занял полгода, объясняет руководитель проекта Владимир Синяев. Сюжет основан на реальных событиях. По сценарию молодые люди Павел и Евгений занимаются мелкими кражами. Но судьба сталкивает одного из хулиганов жертвой своих поступков. Девушкой по имени Оля. Там происходят кражи, драйки, походы по клубам. Но в итоге все заканчивается любовью. Ну как, все предначертано, в общем так. По словам создателей фильма «Последняя кража» была снята с нулевым бюджетом. Участникам съемочного процесса пришло самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым. Несмотря на это, актеры были увлечены игрой настолько, что не замечали трудностей. Это первый опыт на съемках фильма. Я играла жертву, девушку, у которой выхватили сумку. Мне очень понравилось сниматься. Одному из главных героев Евгению с трудом приходилось вживаться в роль. Мне было сложно сыграть своего персонажа, так как сам я совершенно другой человек, говорит актер. Сыграл роль Жени Василия, у него погоняло было. Герой уверенный в себе очень, сильный характер у него, стержень крепкий. Он стоит горой за свои интересы, за свои жизненные понятия. Другой главный герой Павел переживает в фильме любовную драму. Это заставляет его задуматься о своих поступках. Вообще было очень тяжело сниматься, так как время свободного не было. Я работал, не мог учить сценарий, получается. И приходило все во время работы, ну все схватывать на лету приходилось. В процессе создания кинокартины не обошлось и без организаторских трудностей. Возникали проблемы с местами съемок. Некоторые не понимали инициативу молодежи и отказывали в аренде помещения. Тем не менее, были и те, кто поддержал талантливых студентов. Пройдя через непростой путь, съемки фильма все же удалось завершить успешно. Пока одни студенты снимают кино, другие испытывают себя. В оборонно-спортивном лагере «Гвардеец-1» завершилась очередная смена. 20 молодых людей со всех концов республики вернулись из Нижегородской области, где проходили испытания для будущих защитников Отечества. Кирилл учится в пятой гимназии. После учебы в школе мечтает стать военным. Поэтому время, проведенное в лагере, считает самым полезным. Сначала была теория, а потом, как все изучили, переходили на практику. Вечером обычно у нас была развлекательная программа. Было интересно, в общем. Дискотека только не было. Из Чуаши воспитанниками лагеря стали не только ученики президентской гимназии, в состав делегации вошли и ребята, которые оказались в трудной жизненной ситуации, из неблагополучных семей и детских домов, а также юноши, чьи отцы погибли при исполнении воинского долга. Помимо построений и стрельбы из автоматов, ребята ездили на экскурсии по Нижнему Новгороду. Посетили цирк, Кремль, Планетарий. А вечерами смотрели научно-познавательные фильмы. Такие лагеря для воспитания нашей молодежи, они нужны. Именно понюхать порох на месте. И я считаю, что вот эта черточка, которая коротко прошла в их жизни, они пронесут ее до конца своих дней, они будут помнить об этом. Это действительно хорошая память и хорошая подготовка, хорошая закалка для будущих защитников Отечества. Уставшие, но счастливые и возмужавшие ребята из военно-патриотического лагеря «Гвардеец-1», не успев переодеться и обнять родителей, встретились с главным федеральным инспектором Почувашской республики. Всего в этих лагерях проходит курс молодого бойца, если можно так сказать, 600 ребят из федерального округа. Все это проводится по указанию президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, по усилению патриотического, военно-патриотического, если хотите, воспитания молодежи, улучшения вообще гражданской идентичности. И молодежь активно это подхватывает. Всего 600 ребят из всего Приволжского федерального округа стали молодыми гвардейцами. Многие из них твердо решили отслужить в армии и связать свою дальнейшую жизнь с военным делом. Дарина Игнатьева, Евгений Анисимов, Республика. Проклада сменится жарой. Самыми теплыми днями на этой неделе окажутся среда и четверг. Температура повысится до 25 градусов, а ощущаемое ожидается свыше 30. Так что на время не спешите убирать летнюю одежду. Но и о зонтиках забывать не стоит. О том, какая погода ждет в конце июля, в начале августа, нам рассказал начальник гидрометцентра Чувашии Сергей Максимов. В ближайшие три дня и предстоящие выходные погода Чувашии будет формироваться под влиянием высокого малоподвижного циклона. Ожидается переменная облачность с кратковременными дождями и грозами различной интенсивности. В четверг в зоне атмосферного фронта местами возможны сильные дожди. Ветер преимущественно с северной четверти 4-9 метров в секунду. При грозах порывистый. Ночью температура воздуха в пределах 10-15, а днем 20-25 градусов тепла. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До свидания. Хорошего вам настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова